Мы уже рассказывали вам про силу трения. А сейчас мы введем понятие коэффициента трения, полезное при расчетах. Положим брусок массой 60 граммов на горизонтальную поверхность и привяжем к нему переброшенную через блок нить. Будем нагружать эту нить до тех пор, пока брусок не поедет. Брусок сдвинулся с места при нагрузке в 17 граммов и поехал с заметным ускорением. Между прочим, он будет ехать и при меньшей нагрузке в 13 граммов, если его чуть подтолкнуть. Увеличим массу бруска вдвое. Вдвое увеличивается и масса груза, сдвигающего брусок с места и состояния покоя, и масса груза, обеспечивающего его скольжение. Вот результаты наших измерений. По горизонтальной оси на графике отложен вес бруска. Синие точки показывают вес груза, сдвигающего брусок из состояния покоя, то есть максимальную силу трения покоя. А красные точки показывают, какой нужен груз, чтобы поддерживать брусок в движении, то есть силу трения скольжения. Эти силы пропорциональны весу бруска. Сила МЖ прижимает брусок к горизонтальной поверхности. Ей противостоит сила реакции опоры Н. Сила натяжения нити F тянет груз вдоль поверхности. Ей противостоит сила трения. Величина силы трения пропорциональна силе реакции опоры. И коэффициент пропорциональности μ называется коэффициентом трения. Коэффициент трения покоя в нашем опыте был равен 0,27, а коэффициент трения скольжения 0,21. Как правило, коэффициент трения скольжения меньше коэффициента трения покоя. Коэффициенты трения можно определить и другим способом. Поставим брусок на горизонтальную подставку и начнем ее плавно наклонять. При небольших наклонах брусок удерживается на месте силы трения покоя. Но когда угол наклона достиг 17 градусов, брусок поехал вниз. А с подталкиванием он соскальзывает вниз даже на 13 градусах. Разложим силу тяжести mg на продольную и поперечную компоненты. Продольная компонента уравновешивается силой трения, поэтому сила трения равна mg синус альфа. Поперечная компонента уравновешивается реакцией опоры, поэтому реакция опоры равна mg косинус альфа. Чтобы найти коэффициент трения, поделим силу трения на реакцию опоры. Коэффициент трения μ равен тангенсу угла наклона, при котором тело пришло в движение. В нашем опыте этот угол равен 17 градусам, поэтому коэффициент трения покоя для данных поверхностей равен 0,3, что неплохо согласуется с первым опытом. Конечно, две трущихся поверхности могут прижиматься друг к другу не только силой тяжести. В этом опыте магнит притягивается к стальной доске и прижимает к ней дощечку. Грузов 160 граммов не хватает, чтобы ее сдвинуть. Сила трения удерживает дощечку на месте. Увеличиваем нагрузку. 180 граммов, 200, 220 граммов. Поехали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok